всем привет с вами алекс канал переда работаем с картами смотрим прогноз погодным ближайшие дни и делаем выводы катаклизмов начинаем с америки смотрим что здесь здесь кстати аляску неплохо так снежком завалил вот этот циклон вроде бы как довольно-таки блеклый но видно что хорошо просыпался за последние два дня еще один циклон здесь на западе канада северо-западе сша влияние то не перед собой эти оба цикла на такую стеночку сделали облачную и смотрите какой красивый прям вот как клубок такой-то спирали образные спирали образные с таким длиннющим хвостом такой циклон вот хвост который уходит сюда мексиканский залив что еще интересного здесь высадка соответственно макс и лидия вот эти два шторма в мексику все это ожидается сегодня мексиканском заливе пока что смотрите какая здесь ячейка судя по всему это в канзасе своя одинокая такая но видно что молнии немного в основном сейчас здесь в районе карибского бассейна активность видно циклон находится в атлантике но пока что никому не угрожает еще один циклон находится вот здесь вот у исландии вот его хвост так распространяется но он способствует затоку теплого воздуха в западную европу центральной восточной европы здесь наоборот заток происходит холодного воздуха потому что смещается этот циклон на восток и за ним туда заливает в общем-то видно что это облачность такая прям осенняя снега дождь вот такие вот погодные явления где-то прям снежный покров кладется в некоторых местах необычные да вообще довольно-таки холодно здесь такой хвост опускается в казахстан через сибирь проходит а сибирь наслаждается наоборот сейчас солнцем теплом вот все просто прекрасно вот так что так но мексика там готовится к шторму лидия а вот что пишет дмитрий как раз летим который проживает в сибирской области станицы сельская плюс 22 градуса 10 октября можно загорать но не купаться так как вода в реке берд всего лишь плюс 11 градусов что же вас останавливает плюс 11 нормально можно купаться вот дмитрий пишет я и загораю солнце печет отлично то есть вот такая вот такой прекрасный октябрь уже практически первая декада начинается вторая декада в сибири просто удивительно восточной сибири тоже все хорошо и доходит это тепло даже до якутии вот что пишет пользователь интернета влияние теплого фронта пасмурно небольшой дождь температура от нуля до плюс пяти градусов завтра до плюс девяти градусов но это все будет до четверга вот в пятницу резко нырнет холод и соответственно ситуация в якутии немножко поменяется вот такие вот описывают погодные условия в тихом океане здесь небольшие такие штормовые явления видно китаю здесь все еще остатки этого тайфуна да они там видно что сверкает здесь заливе южно-китайском море так смотрим теперь индокитая здесь какие-то штормовые системы на западе австралии вот циклон вот его хвост сюда опускается то есть хвост и этот хвост на эти шаттер от антарктиды четко видите прям четко идет отсюда циклон находится в антарктиде а вот его хвост доходит до южной африки да и даже пересекает африку даже намибию проходит в атлантический океан удивительная просто длина хвостов поразительно так ну здесь вот что-то зарождается на экваторе смотрим внимательно здесь вот тоже каких-то два мини циклончика в колумбии мы видим здесь аргентина непогода на бразилии вроде бы как улучшается погода да там вот эти затопления хвост и отсоединился наконец-то чуть-чуть здесь равно можно проследить да вот здесь такая связка есть хвост и удивительно но и потихонечку вот здесь вот рассыпается наконец сахара это хвост хотя вот здесь вот каспии и ближний восток видна облачность до сих пор так давайте посмотрим что у нас где осадки носу и как северо-запад канада аляску засыпает снегом здесь дождики по побережью мы видим на западе континента вот это спирали образный но он только влияет хвост его здесь на восток канады и в общем то все вот макс который готов сегодня высадится точнее это лидия лидия готова сегодня высадится макс уже сделал высадку в районе акапульки реальной африки как-то интересно сгруппировалась обычно здесь линейный идет а это как-то сгруппировалась как такой мини циклон что необычно давайте более подробно рассмотрим север евразии здесь непогода на кавказе еще продолжается мы здесь какой-то мини циклон в черном море еще образуется вот этот вообще интересно но видно снега дождь на большей части восточной европы подключается сюда урал но вот как раз граница между теплым и холодным сектором проходит особенно чувствуется здесь казахстане сейчас мы это все разберем с вами более подробно по температурам вот видите какой провал сейчас дневные часы в скандинавии там вообще минусовые температуры на кольском полуострове то же самое ну вот такой как мешок начиная польша словакия румыния дальше от кавказ может быть север турции даже достигает это и идет западный казахстан и выходит от сюда вот западную такая классическая волна розби да то есть вот он прослеживается здесь опять идет опускание вниз так вот великобритания западная европа прекрасные практически летние погоды видно что около 20 градусов в германии тоже 15-17 градусов даже дании даже дании здесь еще хорошо а вот чуть севернее норвеги то тут уже совсем другие температуры британские острова и ирландия очень-очень хорошая погода в берлине плюс 15 опознан уже плюс 10 варшава тоже плюс 10 краков плюс 10 а львов плюс 8 но что пишет только шалама она сейчас находится в италии пишет алекс доброго дня мы уже в италии погода хорошая милан верона было плюс 26 27 градусов венеция сегодня плюс 25 похоже мы успели застать последнюю теплую неделю в европе ну да это нормально то есть знать когда резкий при обычно перепад происходит это первого ноября ну плюс-минус там неделю плюс неделю минус вот в норме там как раз велосипедный сезон закрывается на выходных которые примерно вот в этом диапазоне потому что следующие выходные уже все уже не погода поэтому немцы они обычно 1 ноября праздник они ездят последний раз на велосипеде после этого велосипед все упаковывают до весны подруга сицилии говорит что у них еще жарко ее родители живут в чистополе татарстан сказали что позавчера выпал первый снег ну да вчера практически во многих регионах даже на 45 широте и в краснодарском крае и савропольском крае выпадал снег то есть такие вот непогоды отмечаются так оксана шевченко пишет спасибо благодарю вас а вот сергей путин пишет смоленск холодно снег с дождем воскресенье в понедельник был с утра но вот видите от смоленска получается до татарстана вот такая широкая полоса снега вот роман майдан пишет из тернопольской область плюс 8 перемен на облачность на земле был первый заморозок за последние два дня мы резко погрузились ноябрь но уже послезавтра днем можно ожидать плюс 23 видите с европы то вот это вот граница теплая не совсем недалеко вот она в чехии вот сюда до западной украины совсем недалеко тем не менее хвосты держится очень интересные так отмечаются будут отмечаться серьезные отрицательные аномальные температуры в середине октября вот такие вот эти делятся сообщениями наблюдениями так но мы с вами давайте дальше теперь что пишут люди вот виталий висталюк а пишет спасибо я так понимаю болта штормовое предупреждение за сильных заморозков желтый оранжевый уровень ближайшие два дня ветер северный холодные штормовые тучи да и кстати похолодать может быть похолодание может быть довольно-таки далеко уходит вот саша смирнов пишет что между 10 и 12 октября может быть заморозки сметив северной осетии кабардин балкарии предгорных районах крыма вот плюс в астраханской области в краснодарском крае то есть на самый самый юг и возможно и в турцию и даже за кавказе возможно дойдет но вот давид он допишет из тбилиси писал вчера было плюс 14 северо-западный ветер до 20 метров в секунду с порывами до 29 метров в секунду так ну и повалило деревья было повреждение мелкого газопровода упавшим деревом а со стройки упали блоки прямо на автомобиле но автомобили стояли припаркованный поэтому никто не пострадал но ущерб нанесен и вот денис хантер пишет алекс привет у нас сильный ветер и мелкий дождь вчера был деревья повалило в и об этом писали в новостях да вот видно что такая непогода в киеве плюс 9 кривой рог плюс 12 ростов тоже плюс 12 краснодар 14 астрахань 12 вот в поволжье мы видим казань плюс 4 самара плюс 6 саратов плюс 7 в москве плюс 4 санкт-петербург плюс 5 градусов вот такие вот температура был ссылочен он писал что 8 октября в казани было днем плюс 8 ветер 9 метров в секунду ночью был ножки 0 и дождь со снегом а 9 октября днем было всего плюс 4 а ночью плюс один градус но сегодня судя по всему такие же погоды в архангельске плюс 4 градуса тоже похолодало и в перми плюс 6 градусов сейчас в уфе плюс 7 6 челябинск плюс 7 курган плюс 9 смотри какой резкий перепада курган плюс 9 а он плюс 19 чем ожидают там чуть ли не плюс 21 сегодня в омске такой вынос и возможно там будет побить рекорд но мы видим что около 20 градусов сибири и доходит это чуть ли не доходит до туру ханс когда плюс 8 на риск плюс 5 уже там идет в сторону холода красноярск плюс 18 абакан плюс 19 давайте посмотрим сургут жене 86 писал вчера так как весу вот вот сургут плюс 7 градусов а вчера был плюс 9 и дождик видно что к вам потихонечку все-таки а прохлада опускается хотя ветер еще юго-западный иркутск плюс 14 градусов тоже отлично но вот идет тепло до стороны путь как где плюс 4 а вот восточная часть якутии здесь покажется морозы крепнут и охотск магадан здесь по нулям анадар минус 1 петропавловск-камчатский плюс 6 николаевск плюс 4 комсомольск хабаровска плюс 8 и уссурийск плюс 12 градусов такие вот температуры восточный китай но чуть теплее стало сегодня плюс 20 в пекине 22 20 23 у нас так ламакане тепло осталось только на юге здесь гонконге до плюс 25 градусов ханой 27 градусов такие температуры 30 35 у нас в индии прекрасно погода давайте посмотрим австралия прогревается не смотрите так остается 15-18 градусов а на юго-востоке еще холоднее здесь 9 11 градусов но сильнее плюс 18 в новой зеландии здесь плюс 6 плюс 8 южный остров в окленде плюс 13 чуть теплее так святослов кургузов шар пишет алекс спасибо за обзоры благодарю вас да вот пропустил юзер нл 2 пишет алекс спасибо за прогнозы в среду ярославль обещает сильный штормовой ветер только отошли от предыдущего а когда повалили сосны и заборы за городом до да будет еще одно вторжение мы про это сказали что прогноз на мороз будет довольно серьезным но давайте теперь посмотрим да вот пропустил еще богдан соколов про санкт-петербург он пишет что первый в этом сезоне заморозки до минус 1 и 4 сам холодным метод местом в ленинградской области был город волосово там было минус 44 градусов ты прям уже настоящий морозец такой но федя шедурайзов пишет подольск плюс 1 максимальное днем ожидается плюс 4 градусов тоже не особо тепло переходим к аляске что здесь на перевале уже минус 14 почему там и снег завалил и фэрбэнкс видно что и снегом завалил еще и мороз он куришь пока держится плюс 2 градуса также морозного на маккензи но ела нафть здесь наоборот потепление здесь юга перед циклоном подъем теплого воздуха поэтому здесь до плюс 10 калгари плюс 11 прогрелась ванкувер 11 градусов а за стороны газонного залива здесь циклона здесь у мусоне находится здесь наоборот за ток холодного воздуха в районе великих озер поэтому здесь 58 градусов практически повсеместно тепло только начинается со стороны каролин и идет вот так вот по южным штатам но совсем тепло вот здесь на юго-западе сша давайте переходим южную америка смотрите вот это прохлада так остается до в южной африка сюда тоже дотягивается этот африк в бразилии плюс 13 14 градусов 12 буйнес-аарис гораздо теплее здесь плюс 18 и пошло тепло вот хотя бы сюда в аргентину распространяться с одной стороны тепло а с другой стороны с антарктиды смотрите дотянулся морозный язык и в итоге ушая минус 4 здесь вилла хиггинс минус 3 ну и в остальных где-то до плюс 5 градусов до ведьмы вот такие вот температуры а южная африка сюда тоже дотягивается этот хвост с антарктиды поэтому здесь видно что такая прохлада по побережью сегодня как а тепло ты не установится и довольно ветрено ну что давайте теперь смотреть как у нас будет меняться температура и посмотрим прежде всего что будет сегодня ночью какие вы знаете как и заморозит заморозит очень серьезно включая восток белоруссии север украины даже кавказ как-то по волжье отреагирует урал тоже южный казахстан даже до туркменистана ощущение прохлады дойдет сегодня ночью западная сибирь тоже свалится в холод но вот южная сибирь и восточная сибирь и якутия наоборот сюда вы нас будет тепла поэтому говорится бабье лето такое запоздало продолжается но вот здесь морозы серьезно же магаданская область чукотка и восточная якутия здесь уже особо тепло то их не пускают это будет день сша вынос так и продолжается в сторону северного океана по великим равнинам и поэтому в центральной канаде будет теплее на аляске мы видим даже днем уже тепла нет и кстати вот здесь на северо-востоке сша тоже не особо тепло только на юге здесь остаются такие летние как бы деньки ну не совсем летние но такие приятные так это будет ночь видно что где-то уже даже прохладные такие тоже заморозки и в сша будут отмечаться а это завтрашний день в европе видно здесь циклон он будет рядом с норвегией поэтому опять за сасывание теплого воздуха происходит отсюда с перенейского полуострова до прибалтики завтра должны подняться температуры в балтике балтийском регионе и включая финляндию может быть даже каким-то образом до архангельска дает но до мурманска уже не доходит потому что здесь другой циклон будет влиять на охлаждающий будет момент нести зато вот в сторону кавказа здесь спуск прохлада и казахстан и потихонечку иссекает теплый поток воздуха до совсем он такой тонкой струйкой но все еще доходит до якутии и восточной сибири можно посмотреть что ночью еще будет это уже завтра в ночь здесь холод пойдет по уралу основной в полу же и на кавказ и в восточную турцию даже зайдет смотрите заморозки а вот восточной турции и здесь влияние гор алтая саян опять проснется видно что истекается поток вот этот теплый воздух остановится слабее его заносит уже в сторону охотского моря вот дома года он не доходит но доходит до охотского моря и вот здесь вот вынос теплого воздуха в европе за счет двух вот этих вот циклонов смотрим наблюдаем дальше теперь 15 15 октября это уже середина месяца что здесь будет интересно здесь с северного моря в европу такая прохлада будет дневные температуры да даже перенея здесь отреагирует но италия пока остается теплая чуть-чуть балканы начинается то есть и центральная европа но зато в восточной европе как раз здесь со стороны молдови и греции вынос теплого воздуха в сторону урала по волжье здесь должно быть такое возвращение тепла вот смотрим что будет после этой западной сибири тоже относительно тепло и даже до восточной сибири доходит но и пути уже судя по всему все здесь уже все-таки мороз будет воцаряться давайте посмотрим ночные процессы которые будут происходить здесь уже какие-то заморозки в районе альпсу нити шотландия здесь подмерзать начинают то есть уже такая прохладная ночь будет вас западной центральной европе восточную бури долги теплая ночь за исключением разве что кольского полуострова карелии и северного урала в западную сибирь тоже этот вынос будет чувствоваться еще кое-где в центральной восточной сибири хотя мы видим что потихонечку холод проникает шаг за шагом да это будет день в северной америке здесь немножко теплеет на аляске в центральную канаду заток теплого воздуха но с другой стороны вот здесь на юго-восток наоборот заток холодного воздуха след судя по всему за этим вот за этими циклонами здесь закачивается холодный воздух ну а с вами алекс канал берез лапши отличное упражнение